Здравствуйте! В эфире правовая программа «Дежурная часть». О работе окружной полиции расскажу вам я, Анастасия Стенина. Коротко о главных событиях. Состояние оперативной обстановки на территории округа, количество происшествий, итоги оперативно-профилактических мероприятий. МВД России проводит общероссийское оперативно-профилактическое мероприятие с ненавистью и ксенофобией нам не по пути. Стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Раскрытие преступлений, розыск владельцев имущества. И ответственность за совершение противоправных деяний, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. В период времени с 19 по 25 октября на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 164 сообщения о происшествии. Из них 6 преступлений. 35 граждан привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В сфере безопасности дорожного движения выявлено 174 административного правонарушения. Произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. С причинением вреда здоровью не допущено. В связи с изменением погодных условий и образованием гололеда на дорогах города, сотрудники госавтоинспекции призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима, дистанции между автомобилями, проезда перекрестков и пешеходных переходов. Особое внимание необходимо обратить на безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. Для видимости ребенка на дороге в темное время суток родителям необходимо к одежде или к портфелю прикрепить световозвращающие элементы, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Также и взрослые должны позаботиться о своей безопасности на дороге, прикрепив такие же приспособления. В течение прошедшей недели сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведено рейдовое профилактическое мероприятие по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Проверено 138 объектов, проведено 388 профилактических бесед, выдано 578 памяток. Напоминаем, что в округе действует масочный режим. Граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты, респираторы, маски в магазинах, аптеках, медицинских учреждениях, в общественном транспорте и такси. С 1 октября по 15 декабря текущего года на территории округа проводится общероссийская акция «Призывник», направленная на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста. Жители округа могут сообщать обо всех фактах распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей по телефону 02 с мобильного 102, 6 0047 и 4 21 26, а также по телефону доверия с абонентским номером 4 21 52. Анонимность гарантируется. В целях предупреждения и пресечения экстремистской деятельности формирования у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии органами внутренних дел с 26 октября по 4 ноября 2020 года запланировано проведение федерального оперативно-профилактического мероприятия с ненавистью и ксенофобии нам не по пути. Приоритетное внимание будет уделено выявлению очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности действующих экстремистских организаций, иных деструктивных структур, групп, их лидеров и активных участников, а также лист, причастных к распространению экстремистской идеологии. 22 октября текущего года сотрудниками полиции в ходе патрулирования возле дома 6А по улице 60 лет СССР в Наринмаре обнаружен детский велосипед марки Safari Flora бело-зеленого цвета. Владельцу вышеуказанного имущества необходимо обратиться в дежурную часть окружной полиции, либо в службу тыла по адресу улица Ваучейского, дом 10, Сокольный этаж, либо по телефону 60470. На территории Ненецкого автономного округа стартовал второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному оборота наркотиков и профилактики их медицинского потребления, сбора проверки оперативно значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. В рамках акции 23 октября проведена профилактическая беседа с учащимися средней школы имени ПРРК на тему о вреде потребления психоативных веществ, а также последствиях при совершении преступлений и правонарушений несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. Жители округа могут сообщить о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о нарушениях правил легального оборота наркотиков и о других преступлениях и правонарушениях, направив информацию на электронный адрес у мвд.нау.собакамвд.ру, либо оставив информацию на официальном сайте управления в разделе для граждан «Прием обращений». Также сообщить можно по телефону 02 с мобильного 102, либо 421-26, а также на телефон доверия с абонентским номером 421-52. Анонимность гарантирована. Полицейскими проведен комплекс мероприятий, направленных на пресечение незаконной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, медицинских препаратов и фальсифицированных лекарственных средств. С 12 по 22 октября текущего года в Наринмаре сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции, заказанной через социальную сеть «Друг вокруг». Граждане, осуществлявшие продажу алкоголя, доставляли заказы на автомобилях и во время очередных продаж, приезжали на адреса, указанные полицейскими. При этом граждане не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей либо юридических лиц, в связи с чем не имели права на осуществление деятельности по розничной реализации алкоголя. Всего в период проведения мероприятий полицейскими изъято более 180 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Стражи порядка напоминают о том, что жители округа могут сообщать о фактах незаконной реализации алкогольной продукции несовершеннолетним из домовладений автомобилей в окружную полицию. По телефонам 02 с мобильного 102, 421-26 и на телефон доверия 421-52 анонимность гарантируется. Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, представляет повышенную угрозу. А дорожно-транспортные происшествия с их участием, как правило, характеризуются высокой тяжестью последствий. Так, 16 октября текущего года в Наринмаре инспекторами ДПС отдела ГИБДД для проверки остановлен автомобиль, за рулем которого находился 22-летний молодой человек. При проверке документов поведение водителя не соответствовало обстановке – изменение размера зрачков, покраснение глаз, плохая координация движения. На что сотрудниками госавтоинспекции предложено водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого мужчина отказался. При осмотре транспортного средства в салоне обнаружено твердое вещество коричневого цвета, а также кустарное приспособление для курения. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков у МВД, проводится проверка. 16 октября текущего года в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о хищении мобильного телефона. Полицейским заявительница пояснила, что в одном из пятейных заведений города неизвестное лицо похитило из кармана куртки мобильный телефон стоимостью 16 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска удалось остановить, что кражу мобильного телефона совершил ранее судимый житель округа, который, воспользовавшись отсутствием потерпевшей, совершил данное противоправное деяние. Стражи порядка призывают граждан соблюдать правила безопасности и сохранности к своему имуществу. В структуре посягательства на жизнь, здоровье и имущество граждан значительную часть составляют преступления, совершаемые в общественных местах и на улицах. За 9 месяцев текущего года в общественных местах, в том числе на улицах, зарегистрировано 134 преступления. Из них в общественном месте 38, на улицах 96. В профилактику преступлений в общественных местах и на улицах входит не только профилактическая работа с лицами, склонными к совершению различного рода преступлений, но и профилактическая работа с потенциальными жертвами преступлений. Незакрытая сумочка, кошелек или сотовый телефон в боковом кармане, демонстрация содержимого своего бумажника, оставленные вещи без присмотра, незакрытый автомобиль, из которого совершается хищение документов и различных материальных ценностей – все это свидетельствует о проявлении недостатка предусмотрительности, слабой восприимчивости ситуаций и чрезмерной доверчивости к людям. Сотрудники полиции обращают внимание жителей Ненецкого автономного округа на внимательное и бережное отношение к своему имуществу. Не оставляйте без присмотра то, что вам важно и ценно. Вы смотрели выпуск программы «Дежурная часть». Будьте внимательны и берегите себя.